Сабантой в Ульяновской области долгожданный праздник. Из-за пандемии в прошлом году он проходил в онлайн-режиме. В этом году на него съехались тысячи татар со всех муниципальных образований региона, а также Татарстана, Чувашии, Мордовии, Пензенской и Самарской областей. Я всегда говорю, что татары живут от Сабантой до Сабантоя. Например, я сам лично полгода жду этого праздника, начинаю готовиться уже в феврале, а потом с Сабантой проводим целый день гуляем, приглашаем гостей. Здесь же встречаются не только родственники, здесь приезжают одноклассники, встречу назначают, вот один встречается, односельчане на этом Майдане встречаются. В культурной программе, организованной на территории подрома, приняли участие порядка 200 творческих коллективов и солистов Ульяновской области и Буинского муниципального района Республики Татарстан. Во время торжественной части всех участников и гостей праздника поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. Всех представителей татарского народа, всех жителей Ульяновской области с долгожданным, прекрасным, всеми любимым праздником Сабантой. Зародившись в глубине веков, он давно перерос этнические границы и стал поистине всенародным межнациональным праздником. Это наше общее культурное наследие, которым дорожит Ульяновская область. Алексей Русских также вручил почетные грамоты и благодарственные письма за заслуги в развитии отрасли культуры. В мероприятии принял участие заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Ренат Гайзайтулин. Сабантуй представляет нам уникальную возможность прикоснуться к своим культурным истокам, насадить сообщения на родном языке, проявить свои лучшие качества и творческие способности. Почетные гости смогли познакомиться с национальными играми и даже попробовали свою ловкость и точность в национальной игре. Одной из самых зрелищных стала площадка главного соревнования Сабантуя «Куреш» – древнего вида борьбы тюркоязычных народов. В этом году первыми выступали маленькие борцы. Спортсмены проводят приемы при помощи кушаков. Одна сторона наматывается на ладонь, вторая держится в зажатом кулаке. По традиции, самый сильный, ловкий и выносливый получает главный приз соревнований – барана. Большой популярностью пользовалась еще одна площадка «Татар-Утары» или «Татарские национальные подворья» с богатыми столами, национальной кухней и выставками татарского быта. Гости праздника здесь смогли рассмотреть старинные предметы обихода, самотканные паласы, вышивку сельских мастериц. В 2022 году в Ульяновской области готовятся к проведению федерального Сабантуя. В программу мероприятий планируется включить всероссийские соревнования по национальной борьбе Куреш, тематические площадки, посвященные столетию со дня образования Советского Союза и 300-летию издания первой книги на татарском языке.